Сегодня у нас особенный ряд и особенное место. На нем уселись вдвоем Роман Якушкин и Евгений Петроченко. Театр на Левом берегу. Доброе утро. Как мы обещали, у нас будет небольшая репетиция 9 мая. Будет что? Будет отрывок из спектакля от героев былых времен, который идет в театре на Левом берегу, Вертковская, 10, Дом Радио. Милости просим. Отрывки прочитает Евгений, а песня исполнит Роман. Все верно? Сейчас быстренько прервемся на рекламу, вернемся и вы услышите то, как это бывает. Роман Якушкин и Евгений Петроченко. Театр на Левом берегу. Да. Булата Куджава. Апрель 1942 года. В возрасте 17 лет. Пошел на фронт добровольцем. Был направлен в 10-й отдельный запасной минометный батальон. Затем после двух месяцев обучения был отправлен в Северокавказский фронт. Был минометчиком, потом радистом, затем радистом тяжелой артиллерии. Его рассказ «Война» похож на дневниковую запись тех лет. Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины, в голове мои шум, спать хочется. Ты желаешь отучить меня от всего, к чему я привык? Ты хочешь заставить меня подчиняться тебе беспрекословно? Крик командира «Беги, выполняй!» Оглушительно рявкой «Есть!» Падай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины «Врывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, Не испытывая страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом. Выделяй же удочный сок, готовься, урчи, насыщайся, Вытирай ложку отраву. Гибны друзья, рой могилу, сыпь землю, Машинально стреляй в небо три раза. Я уже многому научился. Как будто бы я не голоден, как будто бы мне не холодно, Как будто бы мне никого не жаль, только спать, спать и спать. Потерял я ложку. Как дурак! Обыкновенная такая ложка. Алюминиевая, почерневшая, зазубрена, Но все-таки эта ложка очень важный инструмент. Есть нечем. Суп пью прямо из котелка, а если каша? Я даже дощечку приспособил, щепочку. Ем кашу щепочкой. У кого попросить? Каждую ложку бережет дураков. Нет. А у меня дощечка. А Сашка Золотарев делает на палочке зарубки. Это в памяти погибших. Не горюй, Сашка. Зато на наш век баб хватит. Я уходил тогда в поход, в далекие края. Платком взмахнула у ворот, моя любимая. Платком взмахнула у ворот, моя любимая. Второй стрелковый, храбрый взвод, теперь моя семья. Платком взмахнула у ворот, моя любимая. Привет, поклон тебе он шлет, моя любимая. Чтоб дни мои быстрей не шлись в походах и боях. Издалека мне улыбнись, моя любимая. Издалека мне улыбнись, моя любимая. В кармане маленьком моем есть карточка твоя. А значит, мы всегда вдвоем, моя любимая. А значит, мы всегда вдвоем, моя любимая. Лейтенант Бураков ходит небритый. Это для форсу, я уверен. Огонь открывать не приказано, вот и ходит наш командир от расчета к расчету. А минометы стоят в траншеях, в ложбинке. А все траншеи вырыты по всем правилам устава. А устава-то мы не учим. Ты чего это раскурился? А что? Искры по ветру летят, темно уже заметят. И тут же со стороны немцев отзывается шестиствольный миномет. И где-то позади нас шлепаются мины. Говорил твою мать! Ближе! Ближе! Я виноват, как я буду смотреть в глаза ребятам? А мины падают, мины падают. Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! И ухает первый миномет. И сразу становится уютнее. Словно у нас объявились сильные и спокойные друзья. И смолкают крики. И уже все четыре миномета бьют куда-то вверх из ложбинки. И только телефонист, худенький, юный, Гургинидзе, восторженно скрикивает. И я делаю то, что мне положено. Я потаскиваю ящики с минами из укрытия. Какой я все-таки сильный и ничего не боюсь. Таскаю себе эти ящики. Объета грохот, крики, едкий запах выстрелов. Все осмешалось. Сражение побоище, дым кромыслом. Да, впрочем, я все выдумываю. И по нам ни разу не выстрелили. Это мы сами шутим. Но я виноват. И все знают, что я виноват. И ждут, когда я подойду и скажу, что я виноват. Я подойду и все расскажу командиру батареи. Пусть не думают, что я таюсь. Товарищ лейтенант! Он смотрит на меня, словно ждет, когда я подойду и скажу, что я виноват. Я виноват. Я даже не подумал об этом. Делайте со мной что хотите. А что я должен с тобой делать? Ты что, натворил что-нибудь? Он смеется и смотрит на меня. Или забыл. Я все рассказываю ему на чистоту. Послушай, иди отдыхай. Причем тут твоя папироса? Просто мы перешли в наступление. Просто нужно было стрелять. Иди, иди. Через час мы снова на ногах. Мы снова пали в немцев. Я не вижу его. Какое это наступление, если мы все время сидим на месте? Неужели так будет всегда? А где-то грохот, запах пороха, крики гургенидзе, попадалься, не попадалься. Это проклятая ложбинка, из-за которой ничего не видно. А где-то ведь наступление. Идут танки, пехота, кавалерия, поют «Интернационал», падают, знамен не выпуская из рук. Дымилась роща под горою, рядом с ней горел закат. Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят. О, сколько их друзей хороших лежать осталось в темноте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте светилась падая ракета. Как догоревшая звезда, кто хоть однажды видел это. Тот не забудет никогда, тот не забудет, не забудет, атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, Но только крепче мы дружили. Под перекрестным арт огнем, и как бы трудно не бывало, Ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. Не часто снятся те ребята. Друзья моих военных дней, землянка наша в три нагата. Сосна, сгоревшая над ней, как будто вновь я вместе с ними Стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте. И когда небольшое затишье, я бегу на наблюдательный пункт. Я посмотрю хоть краешком глаза, какое оно это наступление. Я подышу им. А НП, НП это не что-нибудь, это просто верхушка холма. И там на склоне холма лежат неподвижные, едва высунув голову, наблюдатели. И лейтенант Бураков смотрит в стереотрубу. Я ползу по крутому склону и высовываюсь по поясу. Я слышу, как запивают птицы. Птицы! Жить надоело! Ты что здесь околачиваешься? Я посмотреть хотел птицы откуда-то. Какие птицы? Птицы? Ну, птицы, говорю я, я уже сам ничего не понимаю. Разве это птицы? Я начинаю понимать, что это. Он хороший человек. Другой бы на его месте начал топать ногами и материться. А он хороший человек, наш комбат. Сейчас бы меня убили, если бы не он. Становится темнее, темнее. Серые сумерки окутывают холмы. Пулемет! Пулемет! Пулемет, говорю я. Ну, никто не обращает на меня никакого внимания. Я припадаю к стереотрубе. Я вижу степь. На краю ее, на дальнем фоне серого неба, вытянулся полоска на селенный пункт. И там из конца в конец, как фейерверк, протянулись разноцветные линии трассирующих огней. Я слышу тарахтения пулеметов, дробь автоматов. Но я не вижу наступления. Я не вижу людей. Пошли! Пошли! Где? Где? И вдруг я вижу, как по степи, кое-где, перебегает согнувшись три погибели и два заметные фигурки. Редко, так редко. Я скатываюсь в холма, я бегу, а навстречу мне плывет, покачиваясь по холмам, Виллис. В нем сидит генерал. И я не знаю, то ли мне пройти строевым, приложив ладонь к козырьку, или побежать. Генерал Багров. Он меня не видит. Он размахивает руками, а Виллис приближается к наблюдательному пункту. И там уже вытянулся в ожидании комбат, и ребята стоят, и стереотруба стоит на своих трех ногах неподвижно. По своим бьешь! По своим! Комбат молчит, только мотается голова из стороны в сторону. А генерал смотрит в стереотрубу. Комбат ему что-то объясняет, и генерал жмет ему руку. Чудеса! Отбой! На батареи тишина. Все словно прислушиваются. И минометы, как собаки, присели на задние лапы и тоже молчат. Что у тебя с ладонями? Ладони мои в крови. Я не понимаю, откуда может быть кровь. Я пожимаю плечами. Сейчас мне будут делать перевязку. Он, наверное, пошел звать сам инструктора. Я стою вот так с вытянутыми руками, сколько, наверное, крови вытекло. Сейчас мне сделают перевязку, и я напишу домой письмо. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их сохранилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам оставлены одним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Пусть им нет двадцати пяти, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался, как один, Те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, Где б не памятен был свой герой. И глазам молодых ребят С фотографий улядших глядят. Этот взгляд словно высший суд Для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя Ни солгать, ни обмануть, И с пути стернуть. Вот на этом все. Вот так это происходит в Театре на Левом берегу. Слушайте, да, прям трогает. Мурашки бегут. Спасибо вам огромное, Евгений Петроченко, Роман Якушкин. Приглашайте всех в Театр. Когда ближайший спектакль о героях был их времен? Сегодня в 15.00. Ждем вас на Вердковская, 10, Театр на Левом берегу. Будем очень рады. Спасибо вам большое, друзья. Спасибо вам. Мы тоже всем говорим спасибо за внимание. И до завтра. В студии Радио 54 для вас работали Талалаева Настя. Александр Часовитин. И Виолетта. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока.